Доброго времени суток всем зрителям зашедшим на наш канал. Сегодня мы продолжим исторический экскурс в две сферы. Это будет касаться как истории нашего государства, так и развития рукопашного боя. Хочу сразу сказать одному из зрителей, который сделал такую подпись или комментарий под одном из наших роликов. Он написал так, покидаю ваш исторический канал. Ради бога, мы не красавицы, чтобы всем нравится. Мы излагаем свое видение на то, как должен развиваться настоящий россиянин, и в этом мы себе не изменим. Не нравится это человеку, он может нас не смотреть. Всем остальным, кто заинтересован в адекватном восприятии того времени и того, что было до нас в веках на этой территории, где мы живем, мы предлагаем то, что предлагаем. И мы в это верим, и это будем продолжать. Сегодня мы расскажем об одном из полководцев, очень-очень значимом в историческом проявлении России. Это Суворове, нашем полководце, который не проиграл ни одного сражения, в котором он участвовал. А участвовал он, по-моему, если мне не изменяет память, в 68 сражениях. Вы найдите по значимости такую фигуру в истории, так сказать, всего мира, чтобы участвовал в стольких сражениях и не проиграл. Очень интересно отследить его биографию. Как он работал над собой, это тоже очень полезно. Он родился очень хилым мальчиком. И, естественно, для того, чтобы стать потом фельдмаршалом, он должен был собой заниматься на протяжении всей своей жизни. Она была у него очень и очень нелегкой. Посмотрите ролик, отложите в себе то, что у нас были очень и очень значимые люди, которые как в истории нашей страны сыграли роль, так и в истории развития рукопашного боя. Александр Суворов – русский полководец, основоположник отечественной военной теории, национальный герой России. Генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск Пьемонских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. За всю свою карьеру полководца Суворов не проиграл ни одного сражения и неоднократно на голову разбивал значительно превосходящие по численности силы противника. Всего дал более 60 крупных сражений. Солдаты его обожали, власть придержащие уважали и считались с ним, а враги трепетали от одного только его имени. Многие признают Суворова одним из самых великих полководцев в истории. Александр Васильевич Суворов родился 13 ноября 1730 года в Москве. О его матери сохранилось крайне мало сведений, а вот отец Василий Иванович Суворов был крестником Петра I и автором первого русского военного словаря. Назван Суворов в честь Александра Невского. Детство провел в отцовском имении в деревне, при этом рос слабым и часто болел. Отец готовил его на гражданскую службу, однако с детских лет Суворов проявил тягу к военному делу. Все свободное время он проводил в богатейшей отцовской библиотеке, изучая артиллерию, фортификацию и военную историю. Однажды, когда будущий генералиссимус играл в доме с солдатиками, за ним пристально наблюдал пришедший к Суворовым в гости генерал Абрам Ганнибал, прадед Александра Пушкина. Он был весьма удивлен тем, насколько грамотно маленький Суворов выстраивал свои войска и вел сражения с противником. В результате Ганнибал посоветовал Василию Ивановичу серьезно отнестись к наклонностям сына и начать развивать в нем его необыкновенный талант-стратега. Будучи уже подростком, Суворов начал закаляться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Благодаря этому он смог существенно поправить свое здоровье. В 1742 году его зачислили мушкетером в Семеновский полк, где он прослужил почти 7 лет. В этот период он активно продолжал заниматься самообразованием и усиленно учил несколько иностранных языков. Однажды, когда Суворов находился в Петергофе в карауле, мимо проходила императрица Елизавета Петровна. Суворов отдал ей честь. Государыня обратила на него внимания и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын Василия Ивановича, который был ей известен, она вынула серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Однако тот отказался взять, объяснив, что караульный устав запрещает брать часовому деньги. «Молодец», — сказала государыня, — «знаешь службу», — потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать свою руку. «Я положу рубль здесь, на земле», — прибавила она, — «как сменишься, так возьми». Эту монету Суворов будет бережно хранить до конца своих дней. В период 1755-1758 годы Александр Суворов, будучи в чине поручика, служил в военной коллегии. С началом Семилетней войны он находился на тыловой службе, где сумел дослужиться до премьер-майора. В 1759 году Александр Васильевич Суворов участвовал в первом сражении. Интересен факт, что возглавив драгунский эскадрон, он смог обратить немцев в бегство. Позже Суворов успешно сражался под Кунерсдорфом. За проявленную храбрость он получил должность дежурного офицера при генерале Ферморе. В этом качестве он участвовал в военной операции по взятию Берлина. В скором времени Александр Суворов оказался в подчинении у генерала фон Берга. Талантливому офицеру поручили возглавить драгунские казачьи и гусарские подразделения, так как он блестяще справлялся с любыми заданиями, которые получал от командования. В 1762 году Александра Васильевича произвели в полковнике. За прекрасную службу императрица подарила ему свой портрет. По словам Суворова, именно с этого времени началась его карьера. В середине 1760-х годов Суворов командовал Суздальским полком. В этот период биографии он издал книгу «Полковое учреждение», где подробно изложил суть своих взглядов на формирование войск. В 1770 году он удостоился звания генерал-майора. После уверенной победы над турками ему присвоили чин генерал-поручика. В это время его начальником был знаменитый фельдмаршал Петр Румянцев. В ходе русско-турецкой войны талант Александра Васильевича раскрылся в полной мере. В 1788 году, будучи уже генерал-аншефом, он получил первое тяжелое ранение. За проявленную храбрость и победу над противником его наградили орденом Андрея Первозванного. После этого полководец получал еще немало серьезных ранений, однако, несмотря ни на что, продолжал не только командовать войсками, но и принимать активное участие в сражениях. В очередной раз Суворов продемонстрировал талант, стратега и тактика, когда мастерски подавил бунт Емельяна Пугачева. За это Екатерина Великая подарила ему 2000 червонцев. В 1789 году в бою при Рымнике русско-австрийское войско численностью 25 тысяч человек одержала блестящую победу над 100-тысячной турецкой армией. Эта необыкновенная победа стала возможной исключительно благодаря полководческой тактике Суворова. В 1790 году в биографии Суворова произошла еще одна битва, которая вошла в историю благодаря своей абсолютной беспрецедентности. Это битва по взятию турецкой крепости Измаил. Интересен факт, что до того момента крепость считалась неприступной. Несмотря на это, Александр Суворов смог взять Измаил штурмом. Для этого он в течение 8 дней готовил войска к штурму, создав тренировочный лагерь, ров и вал по типу измаильского. Наконец он послал ультиматум коменданту крепости Мехмед Паше с требованием сдачи. После того, как комендант, знавший о неприступности крепости, отказался, 11 декабря 1790 года войско Суворова штурмом взяло Измаил. Это кажется невероятным, но русские потери составили всего 4000 солдат, в то время как турки потеряли 26000 воинов. В 1796 году скончалась Екатерина Великая, и на престол вступил Павел I, фанатичный сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с которой он стал реформировать русскую армию. Естественно, это не могло нравиться Суворову, доказавшему на деле, что его военная система гораздо эффективнее. Одним словом, отношения между новым императором и именитым военачальником не сложились. 6 февраля 1797 года Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в конце марта прибыл в свое родовое имение. Однако, когда в Европе стала накаляться политическая и военная обстановка, о непобедимом Александре Суворове снова вспомнили. Австрийское и британское руководство обратилось к русскому императору с просьбой, чтобы тот назначил Суворова командовать союзными войсками. 6 февраля 1799 года Суворов получил от императора письмо. «Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии». Здесь надо отметить, что Россия состояла во второй антифранцузской коалиции вместе с Великобританией, Австрией, Турцией и Неаполитанским королевством. И так была создана обзединенная русско-австрийская армия, которую возглавил гениальный русский полководец Александр Суворов. Буквально сразу же начался знаменитый поход в Северную Италию, захваченную французскими войсками. Итальянская кампания имела ошеломительный успех. Суворов выигрывал одну битву за другой и ценой относительно малых потерь сумел уничтожить половину вражеской армии. В знаменитом сражении при Нави французы понесли огромные человеческие боевые потери. В итальянской кампании эта победа сыграла решающую роль. Описывая отношение современников к победам Суворова в итальянском походе, историк Петрушевский приводит следующие факты. Не только Россия и Италия чествовали русского полководца и восторгались при его имени. В Англии он тоже сделался первой знаменитостью эпохи, любимым героем. В России слава Суворова доведена была патриотическим чувством до апогея. Тогдашние газеты переполнены словами «Приятно быть русским в такое славное для России время». После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление на Францию. Однако союзники, опасаясь усиления влияния России, предписали ему, оставив в Италии австрийские войска, во главе русских войск направиться в Швейцарию, соединиться с действовавшим там корпусом римского Корсакова и уже оттуда идти на Францию. 31 августа 1799 года начался героический швейцарский поход Суворова, ставший великой страницей русской истории. В этом походе потери русской армии, вышедшей из окружения, без продовольствий и боеприпасов, и разбивших все войска на своем пути, составили около 5000 человек, менее четверти армии, многие из которых разбились при переходах. Однако потери французских войск, обладавших подавляющим превосходством в численности, превосходили потери русских войск в 3-4 раза. Было захвачено в плен 2778 французских солдат и офицеров, половину из которых Суворов сумел прокормить и вывезти из Альп, как свидетельство великого подвига. Переход 68-летнего Александра Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории военного дела. Никто ни до, ни после Суворова не совершал его в зимнее время. Русские войска доблестно выполнили свои союзнические обязательства перед австрийцами, чего никак нельзя сказать о самих австрийцах. После завершения швейцарского похода Павел I решил отчеканить специальную медаль, на которую он хотел отразить и вредный вклад австрийцев, которые лишь мешали общему делу. Суворов, к которому император обратился с просьбой предложить варианты текста надписи на медали, дал такой совет. Сделать медаль одинаковая и для русских, и для австрийцев, но при этом на русской версии выбить «С нами Бог», а на австрийской «Бог с вами». За беспримерный по трудностям и героизму поход, Суворов 28 октября 1799 года был удостоен высшего воинского звания «Генералиссимус Российских Сухопутных и Морских Сил», став четвертым в России, кто был удостоен этого звания. Благодаря уникальному опыту и природной гениальности полководца, Суворов сумел разработать собственную стратегию и тактику ведения войны. Из-под его пера вышло известное пособие «Наука побеждать», которое стало настольной книгой не только военачальников, но и простых солдат. Александр Васильевич Суворов является обладателем всех высших воинских наград своего времени. Интересен факт, что ему еще при жизни был установлен памятник. В России возникли суворовские училища, где кадетов обучали военному делу. В период Великой Отечественной войны появился Орден Суворова. Им награждали советских командиров, достигших наибольших успехов в управлении армией. В личной жизни Суворова было не все так радужно, как в профессиональной карьере. Поскольку всю свою молодость он отдал военному делу, у него не было семьи вплоть до 40 лет. В связи с этим, отец познакомил сына с простой и малообразованной девушкой Варварой Прозоровской, которая должна была составить семейное счастье полководца. В 1774 году они вступили в брак. У них родилась дочь Наталья и сын Аркадий. Однако этот семейный союз оказался неудачным. Во время одного из военных походов Александру Васильевичу доложили об изменах жены. В связи с этим, он захотел развестись, однако отказался от этой идеи по причине давления родственников Варвары и просьбы самой императрицы. Тем не менее, в 1784 году фельдмаршал все же разорвал какие-либо отношения с Прозоровской. В результате дочь была отдана на воспитание в Смольный институт, а сын Аркадий, родившийся в том же году, остался жить с матерью. После триумфального завершения швейцарского похода Александр Суворов возвратился домой. Он потерял много сил и начал серьезно болеть. Однако, благодаря усилиям императорского врача, присланного к Суворову по указанию Павла I, дело пошло на поправку. В связи с этим, Александр Васильевич отправился в Петербург, где ему готовили торжественный прием. Но внезапно его самочувствие начало резко ухудшаться. На этот раз стареющий организм полководца не смог справиться с приступом болезни. Александр Васильевич Суворов умер 6 мая 1800 года в возрасте 69 лет. Погребен в Нижней Благовещенской церкви Александра Невской Лавры. Личность Суворова окружена множеством мифов и легенд. При этом даже враги и соперники полководца признавали его абсолютную гениальность и считали его вершиной военного искусства. В свое время Наполеон, перенявший многие правила военного искусства у Суворова, сумел разгромить всех своих противников. Интересен факт, что незадолго до смерти Суворов, не любящий пышности, осматривая гробницу австрийского фельдмаршала, сказал правителю своей канцелярии. «К чему такая длинная надпись?» «Завещаю тебе волю мою. На гробнице моей написать только три слова. Здесь лежит Суворов». Однако личность генералиссимуса была чрезвычайно неординарной. Его ребяческие выходки, почти детская простота и кажущаяся наивность могли ввести в заблуждение даже тонкого наблюдателя. Это и не мудрено, ведь даже в возрасте 65 лет Суворов мог радостно перепрыгивать через стулья в своем кабинете, когда узнавал об очередном повышении. Французский король Людовик XVIII, лично знавший Суворова, вспоминал. «Этот полудикий герой соединял в себе с весьма невзрачной наружностью такие причуды, которые можно было бы счесть за выходки помешательства, если бы они не исходили из расчетов ума тонкого и дальновидного. То был человек маленького роста, тощий, тщедушный, дурно сложенный, с обезьянью и физиономией, с живыми лукавыми глазками и ухватками до того странными и уморительно забавными, что нельзя было видеть его без смеха или сожаления. Но под этой оригинальной оболочкой таились дарования великого военного гения. Суворов умел заставить солдат боготворить себя и бояться. Он был меч России, бич турок и гроза поляков». Иностранцы много писали о чудачествах русского полководца. Герцог Арман Решилье писал. «Суворов обедает утром, ужинает днем, спит вечером, часть ночи поет, а на заре гуляет почти голый или катается в траве, что, по его мнению, очень полезно для его здоровья». Граф Ланжерон, военачальник эпохи наполеоновских войн, говорил про Суворова. «Это был один из самых необыкновенных людей века. Великий полководец, великий политик». Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке Шишова. Не проиграл ни одного сражения, причем большинство из них были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Суворов обладал обширными познаниями не только в военных науках, но и в других областях знаний. Разработав и применив в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооруженной борьбы, он намного опередил свою эпоху, обеспечив русскому военному искусству ведущее место в мире. Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. В ее основе лежало убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бессмысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания и любовь к Розине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки. Также Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, в результате чего резко сократились заболевания, которые были бичом армии XVIII века. Проявляя неустанную заботу о солдатах, их быте и нуждах, и разделяя с ними все тяготы походной жизни, Суворов завоевал безграничное доверие и любовь армии. Немаловажным вкладом Суворова в российскую военную науку было развитие собственно русскоязычного военного лексикона. Его труды написаны на русском языке с минимумом терминов иностранного происхождения и принципиальным использованием русской системы мер, что было большой редкостью для того времени. Суворов, сам зная несколько иностранных языков, с чрезвычайным презрением относился к тем сослуживцам и подчиненным, которые в своей устной речи старались блеснуть знанием иностранных языков, употребляли без нужды непонятные солдатам слова. Его выражение «проклятая немогузнайка» адресовано именно им, поскольку он был убежден, что вкрапление обилия иноземных слов и модных неологизмов призвано было прикрыть некомпетентность, несостоятельность в командовании войсками и безинициативность в принятии решений. В заключении приведем цитату Андре Массена, французского маршала времен Наполеона. «Я дал бы все свои победы за один только швейцарский поход Суворова. Во многом благодаря Суворову в войсках России появилось такое выражение, как «пуля дура, штык, молодец». Посмотрите и второе видео, как родилось это выражение и что оно обозначает. Многие даже не знают, как это воспринимать, что на ружье Суворову было плевать, а вот он только на штык полагался. И он же очень много сделал для тактики, для стратегии войск и как единичного, так сказать, человека, который участвует в боях и имеет в руках огнестрельное оружие, на конце которого был штык. Привет, уважаемые зрители моего канала. Почему «пуля дура, а штык молодец»? История выражения. Выражение «пуля дура, а штык молодец» впервые упомянул полководец Александр Суворов в руководстве «Наука побеждать». Но позже это выражение стало использоваться в виде иронии над военными консерваторами, которые всячески отрицают современные технологии. Но это высказывание может показаться странным. Выстрелив же можно на расстоянии, а штык придется максимально сблизить к противнику. И это гораздо опаснее. Полностью же выражение звучит так. «Береги пулю на три дня и иногда на целую компанию. Как негде взять. Стреляй редко, да метко. Штыком кали крепко. Пуля обмешулится, штык не обмешулится. Пуля дура, штык молодец. Из контекста нам становится понятен смысл. Велик риск, что обмешулится, даст маху или попадет в своего же пуля. Со штыком сложно промазать. Дело в том, что во времена Суворова, когда он был военачальником, в качестве огнестрельного оружия использовали глоткоствольные мушкеты. Особенность этого оружия такова, что при выстреле пуля вылетает из ствола, не перпендикулярно ему. Из-за этого она бьется о стенки ствола, и при вылете точность стрельбы была на довольно низком уровне. Но вообще, если внимательнее посмотреть на руководство «Наука побеждать», то станет понятно, что Суворов советовал рационально использовать боеприпасы. Чтобы зарядить дульно-зарядное ружье, требовалось много времени, а в бою, как известно, его нет. Поэтому в атаке умнее было использовать штыки, а не пули. Вот поэтому такой простой наказ. Пуля дура, а штык молодец. Суворов оставил еще один интересный афоризм о пулях и штыках. Штыком может один человек заколоть троих, где и четверых, а сотня пуль летит на воздух. Вообще, Александру Суворову принадлежит много ярких и мудрых изречений. Например, каждому школьнику известны такие знаменитые фразеологизмы, как «Тяжело в учении, легко в бою», «Учение свет, а не учение тьма». Это только автора редко кто вспомнит. Штыковой бой во времена Суворова и особенно в его подчиненных войсках был очень развит. И до сих пор, если мы будем рассматривать техника владения штыком, у него поднята на очень и очень большие высоты. И этим, кто понимает, пользуются до сих пор. А что такое штык, грубо говоря, сейчас? Это не пристегнутый штык, хотя в атаку и сейчас иногда ходят с пристегнутыми штыками. А это и рука, имеющая на конце лезвие, то есть нож. А этим оружием пользуются и в быту. То есть знать, что такое клинок, как он работает и как от него защищаться, это обязанность каждого мужчины, который ценит себя как умного и желающего развиваться и жить долго и счастливо на этой земле. Я надеюсь, что у вас за наших предков такое чувство появится, как гордость. Не во всех нациях и народах есть такие полководцы, о которых знают все, кто служит в армии. Или даже не служит, но интересуется историей. Потому что очень много значимых сражений для Российской империи выиграл именно Александр Суворов. На этом все. Подписывайтесь на канал, звоните нам, интересуйтесь тем, на что мы вам указываем. То есть мы вам даем реперные точки, от которых можно отталкиваться и рассматривать, что такое самозащита. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин